МОТОВИЛИ ХИНСКИЕ ЗАВОДЫ Система видеонаблюдения проходит последние тесты. Подробнее далее на РБК. Новости при Каме. В студии Рустам Багизов. Добрый день. Контракт на сумму более полутора миллиардов рублей подписали МОТОВИЛИ ХИНСКИЕ ЗАВОДЫ с Министерством обороны. Соглашение заключено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Он стартовал 6 сентября в Подмосковье. Свои разработки представили более тысячи предприятий. Основа экспозиции МОТОВИЛИ ХИНСКИЕ ЗАВОДЫ в техниках калибра 120 мм. Это артиллерийские орудия «Нона», «Вена», буксируемое орудие «Нона-К» и миномет «Нона-М1». В рамках договора с военным ведомством пермское предприятие займется ремонтом, модернизацией и производством самоходных установок. Речь идет о модернизации самоходных гаубиц М-100С и капитальном ремонте гаубиц Глазика и боевых машин системы «Град» с модернизацией. Также заключены новые контракты на поставку в войска орудий «Нона-СВК». Срок выполнения работ по этим контрактам в 2016-2017 годы. Ракетные реактивные системы залпового огня, как заявляли на форуме, одно из перспективных направлений российской оборонки в плане экспорта. Ранее стало известно, что МОТОВИЛИ ХИНСКИЕ ЗАВОДЫ стали частью созданного в Ростехе холдинга по производству РСЗО на базе предприятия-разработчика Тульского НПО «Сплав». Вхождение в консолидированную структуру позволит быстрее решать вопросы взаимодействия предприятий, производящих разные части оружия, ускорить сбыт продукции и укрепиться на мировом рынке РСЗО. Крупнейшая российская сеть кинотеатров «Синема Парк» объявляет о приобретении сети кинотеатров «Вэри Вэлли». Источник рассказал телеканал РБК «Перем», что сделка завершится до конца этого года. Продано будет два многозальных кинотеатра в Перми, «Кристалл» и «Колизей Синема» и один в Ижевске. Сумма сделки не раскрывается. Как заявляли представители «Синема Парк», это даст возможность к дальнейшему росту и увеличению рыночной доли как по количеству кинотеатров, так и по кассовым сборам. В первом полугодии 2016-го «Синема Парк» уже прибавил 6% к продажам билетов по сравнению с таким же периодом 2015-го. Возможно, переформатирование кинозалов и изменение цен на билеты будет решено на следующей неделе во время рабочей поездки в Перм руководство компанией «Синема Парк». Это сеть лидер отрасли российского проката. У нее 37 кинотеатров в 21 городе страны. Сделка была ожидаема. Владелец «Вэри Вэлли» Александр Флегинский ранее заявлял о намерении продать этот бизнес. Более 700 программно-аппаратных комплексов установят на избирательных участках в Пермском крае. На оборудование и его установку выделено 10 миллионов рублей. В краевой столице камеры установят на 407 участках, а также в избирательных пунктах в 13 городах края. На закупку и установку оборудования был заключен госконтракт с компанией «Ростелеком». На каждом участке установят по две камеры. Одна будет направлена на урну для бюллетеней, а вторая на место работы со списками избирателей. При этом камеры не будут снимать места для заполнения бюллетеней, чтобы не нарушать тайну голосованиям, точнили в избиркоме. Любой участник избирательного процесса, любой избиратель сможет в удобное ему время, помимо того, что он придет на избирательный участок и проголосует, уже в любой момент он может зайти в интернет и в онлайн-режиме, посмотреть на любом участке из 721 участка, который будет оборудованной системой видеонаблюдения, что происходит, каков процесс голосования. Впервые система видеонаблюдения в Пермском крае была применена 4 года назад на выборах президента страны. Из-за того, что нынешние выборы проводятся одновременно на нескольких уровнях власти, решено повторить эту практику. Средневзвешенный курс американской валюты на единой торговой сессии расчетами завтра на московской бирже понизился на 40 копейек и составил 63,90. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Форобанке за 64 рубля ровно, по продаже в Локобанке за 64,20. Самое выгодное предложение по покупке евро предлагает актив Капиталбанк 7205, по продаже в БКС-банк 72 рубля 39 копеек. Далее о погоде. Оставайтесь на РБК и до встречи через час. РБК Пермь. Дело. Спорт как бизнес. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова